Великолепный век сериал, который стал настоящей сенсацией в кинематографе. Он приобрел популярность не только из-за интересного сюжета, но и благодаря блестящей игре выбранных актеров, которые смогли помочь зрителям полностью погрузиться в непередаваемую атмосферу Востока и его гаремов. Турецкая сага стала одной из самых широкоформатных кинопроизведений, потому как для ее съемок было приглашено более 300 актеров. И, конечно, у фанатов сериала за все 4 сезона появились не только любимчики, но и самые нелюбимые персонажи. Интересный факт, что некоторые герои несколько раз переходили из ряда любимых персонажей в отрицательные и наоборот. Яркий тому пример – это Хюрем. Когда девушка только появилась в гареме, ее сразу же не взлюбили. Не только все обитательницы Сираля, но и телезрители. Ее наглость и вызывающее поведение раздражало абсолютно всех. Но прошло совсем немного времени, и те, кто ранее с предубеждением относились к рыжеволосой красавице, сменили гнев на милость. А вот Махидевран, первая жена султана, наоборот, из приличной и воспитанной красавицы превратилась в злобную Мегеру, главной целью которой было устранить соперницу любой ценой. Да еще и эти ее постоянные слезы и истерики – все это еще больше вызывало к ней неприязни. Так что Махидевран по праву может возглавить список антигероев великолепного века. Да и если подумать, основная коалиция антигероев сформировалась именно вокруг Махидевран. Та же самая Гюлюшах, ее служанка. Она была в ссоре практически со всеми в гареме. Имея очень заносчивый и склочный характер. Гюлюшах часто вмешивалась в личные дела посторонних людей и постоянно все портила. Ее любимым занятием было шпионить и подслушивать разговоры. Служанка была просто фанатично предана своей хозяйке и сразу записала Хюрем свои личные враги. И хотя Махидевран старалась поначалу просто избавиться от соперницы, не убивая ее, для Гюлюшах подобных ограничений не существовало. Она украла кольцо Хюрем, спровоцировала скандал, нашла служанку, чтобы подсыпать отраву в еду беременной наложницы. А потом сама же и убила эту служанку. И чем дальше, тем больше неприязни она вызывала. Дошло даже до того, что Гюлюшах по личной инициативе без приказа Махидевран пыталась убить Хюрем. За это первой жене пришлось выгнать служанку и позднее Гюлюшах перешла на сторону Хюрем. Хотя насчет ее верности новой госпоже так и остались сомнения. Следующим довольно неприятным персонажем сериала была выбрана рабыня Айше, наложница Мустафы. Девушке просто однажды повезло попасть на свидание к Мустафе. Но поскольку личностью она была заурядной, то пленить сердце с Шехзаде ей не удалось. И Мустафа больше никогда не приглашал ее согреть свое ложе. Вот только вскоре стало известно, что Айше забеременела. Эта новость была встречена с радостью, поскольку незадолго до этого первенец Мустафы скончался, не пережив и года. Так что и он, и его мать надеялись, что наложница родит мальчика. Но у Айше родилась дочь, названная Нергишах. Девочку Мустафа любил и баловал, а вот с ее матерью был холоден и безразличен. Наложница не отличалась особым умом или красотой, просто была одной из многих. К тому же что-то было в ее характере, что отталкивало от нее людей, поэтому близкой дружбы она ни с кем не водила. А потом вообще неожиданно пропала из сериала. Еще одним антигероем сериала можно считать Фатьму Хатун. Эта девушка была одно время служанка Махидевран. Именно с ее подачи в гареме начинались бунты и недовольство среди рабынь. Фатьма по приказу своей госпожи настраивала всех против Хюрем Султан, убеждая простых наложниц, что именно Хасики виновата во всех их бедах и наказаниях. Склоки и ссоры были ее любимым занятием. К тому же между ней и Гюльшах постоянно велась борьба за милость госпожи. Позднее служанка решила попробовать завоевать внимание Мустафы, но для этого ей нужно попасть к нему на свидание. Пустив в ход всю свою хитрость и изворотливость, рабыня все-таки добилась своего и забеременела. Родив сына Сулеймана, Фатьма пыталась еще больше укрепить свое положение, но к сожалению малыш не прожил года, умерев от оспы. Потеряв вместе со смертью ребенка и все свои привилегии, Фатьма стала потихоньку сходить с ума, что никак не добавило ей очарования. Так что когда она умерла, зрители вздохнули с облегчением. Еще одним отрицательным персонажем сериала стала Шах Султан, сестра Султана Сулеймана. Эта султанша относилась ко всем остальным с неоправданным высокомерием. Шах Хубан считала себя самой любимой дочерью Султана Селима и постоянно хвасталась этим перед другими родственницами. Но своей личной жизнью она не была довольна. Выданная замуж по политическим соображениям, Шах никогда не питала к мужу нежных чувств, хотя и старалась продвигать его по службе. Холодная, расчетливая женщина, она вызвала у зрителей только негативные эмоции, поэтому попала в список антигероев сериала. Ее самый преданный слуга Евнух Мирджан был копия своей госпожи. Такой же холодный, расчетливый и высокомерный. Евнух относился с уважением только к членам султанской семьи. Все остальные не воспринимались им как личности. По этой причине у него и не было друзей. А такие персонажи не очень-то вызывают положительные эмоции. Так что Мирджана тоже можно отнести к персонажам, вызывающим неприязнь у телезрителей. Гюль Ага также заслуживает упоминания в этом рейтинге. И хотя по характеру он был более общительный разговор, чем тот же Мирджан, все же его постоянное желание обойти Симбюля, чтобы напакостить ему и занять подобающее место под Лихюрем, вызвало у фанатов сериала чувство неудовлетворения и отторжения. Поэтому, когда Гюль Ага исчез из сериала, многие восприняли это спокойно. Ведь рядом с Хюрем остался верный и преданный Симбюля Га. Кастильская принцесса Изабелла также не вызвала особого восторга телезрителей. Гордая высокомерная девушка, которая считала султана недостойным себя. Ее поведение и манеры показали ее не с лучшей стороны. Поэтому, эта героиня по заслугам попала в список антигероев. Ну и конечно султан Шахатидже заслуживает особое упоминание. Ее агрессия, истерики, постоянные попытки получить желаемое путем женских манипуляций, суицидные наклонности. Все это послужило причиной такой явной нелюбви и непопулярности этой героини в сериале. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok